здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий очередная демонстрация разговора не меняемого неграмотного не под некомпетентного коллектора с клиентом ну как она думает что это клиент на самом деле сработала переадресация разговаривает она со мной и хотел бы знаете внимание ваше обратить превьюшка будет после того ну так начнется сам диалог по обратить внимание какой они себе герб выдумали я загуглил логотип компании феникс прям с орлом такие мечи у них что-то тут с претензией на справедливость да но на самом деле так как-то обычно какие-то там ордена рыцарские какие-то ложи сами себе там рисуют подобные там гербы но здесь конечно смех да и только то есть курятник вот с таким гербом где в основе орел да ребята само мнение у вас конечно раздутое ну давайте послушаем что на самом деле вы из себя представляете алло здравствуйте я вас слушаю кто это какое агентство коллекторское агентство феникс а чё у вас со звуком вы там как будто из бочки говорите а мне вот так мне это тоже хотелось бы разбирать этого говорю эхо как будто вы из бочки звоните такое возможно что вы в бочке сидите я почему ну как мы будем с вами беседовать так как общаться вылезайте из бочки из своей давайте нормально да я трубку не возьму следующий раз мне думаете заниматься нечем как с фениксом разговаривать давайте быстренько я попробую разобрать что там у вас ну такой алексей юрьевич нет вы кому звоните алексей юрьевич и кто может взять трубку кроме меня или вы что думаете что алексей юрьевич начнет блеять и плакать что ли нет мы так не думаем ну тогда давайте давайте конструктивно общаться или что там делают в вашем случае на сегодняшний день общая самодолга по кредитам составляет 240 копить 151 рублей хорошо скажите нам в чем причина не оплаты в чем причина не оплаты правильно я уж извините буду переспрашивать то из бочки не очень понятно нет желания платить я не могу разобраться у меня может психическое заболевание может быть я вредный может быть я эксперимент решил поставить это уже знаете будет моим секретом скажите пожалуйста если я отвечу почему это что-то изменит вот почему я почему у меня нет желания вот у меня есть вопрос к вам почему вы работаете на этой работе ответьте мне а я вам отвечу почему у меня нет желания платить во-первых я понимаю что мне ничего не грозит абсолютно если я не буду платить в тиньков более того тинькову самому ничего не грозит он не побед не обеднеет это два здесь пострадает только сторона вот вы звонилка. Вы не заработаете свой процент. Ну это моя личная проблема. Да, да, тут проблема только у вас, понимаете. Больше ни у кого-то проблем нет. Вот мой ответ почему. Ну вам лечиться надо, душа моя. Мне не надо лечиться. Нет, ну еще ни один идиот не сказал, что он идиот. Ну это, знаете, я вам что скажу. Вы еще детей не нарожали, судя по голосу, и не надо. Потому что ваш род продолжаться не должен. Это моя личная дело будет? Нет, это согласен, это вы так думаете, но это личное дело общества. Коллекторов в природе не должно существовать, понимаете. Коллектор даже созвучно с канализацией вот это вот дерьмо течет. Вот вы и сидите в той самой бочке, наверное, в самом дне. Верно я понимаю? Молодой человек, я сам любопытно отказываться. Ставьте себе на лбу что-нибудь. Я дура тупая. Мне нравится моя работа. Мне нравится, когда меня обтирают и поливают помоями. Мне очень нравится. Поэтому я идиотка, мне лечиться надо, но я не пойду лечиться. Ну это вы так думаете? Просто мы сообщаем... Да я в отличие от вас думаю, да, тут в точку, да. Я в отличие от вас думаю. Вам вот нечем. Либо уже вам там перед выходом на работу укол делают, а вы хотя на работу не ходите, дистанционно работаете и с дома, и своего, да. Правда же? Знаю все я про вас. И знаю, что вы бесполезные вообще. То есть вот те, кто боится, то да. А если вот люди нормальные, просто умеющие думать головой, понимают, что это все глупости, боятся вас. Вы ничего не можете. Вы беспомощные существа. Карлики полупарализованные. Только и можете что-то вякать. Я не знаю человека, а обзывайте. Да? А вы же мне позвонили. Будьте готовы к ответной реакции, душа моя. Молодой человек, старый человек. У нас свои обязательства. Какие у вас обязательства? Или вы мне мои обязательства хотите навязать? Нет у меня никаких обязательств перед вами. У меня есть обязательства перед семьей, перед своей. Чувствуете разницу? Вы брали кредит, вы должны исполнять свои обязательства. Да ничего я никому не должен. Ошибаетесь вы. Вы родились, понимаете, на свет. Ну, она не выдержала. Она, друзья мои, просто сдалась. Она выключила. До свидания мне сказала. Ну, надеюсь, может быть, там какие-нибудь извилины у нее зашевелились в процессе, там, подумать, задуматься, а за что, почему мне. Ну, ладно, это не наше с вами дело. За них беспокоиться уж, тем более, пытаться разгадать ход их мыслей. Давайте лучше о своей судьбе, о своей участи, либо о своей, скажем так, жизни задумаемся. Это сейчас и для тех, кто вот недавно на нашем канале, скажем так, не может понять, что происходит, почему здесь какая-то кучка людей, состоящая на 26 июня 2017 года. Из 25 тысяч человек думает не так, как всю дорогу думали вы. Еще раз повторю, я обращаюсь к тем, кто недавно на нашем канале и не может понять, как вообще, за что он отдает деньги и почему тот самый Тинькофф без зазрения совести обдирает людей как липку, что называется, и продолжает существовать в качестве якобы законной структуры под названием банк, не имеющим даже клиентского офиса и называющим себя гордо одним из самых крупных онлайн-банков. Ну, это уродское, скажем так, подобие вообще существующих каких-то банковских структур. Ну, и об этом я не думаю, что нам нужно разговаривать. Если вы хотите понять, что происходит на самом деле, я вас, дорогие гости нашего канала, в первую очередь, попрошу подписаться на наш канал и послушать хотя бы с десяток роликов, вам более или менее станет понятно. И опять же, перенаправлю вас на наш сайт, как я всегда это делаю. Ссылочка на сайт в описании ролика есть, на сайте выложено видео. Как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. То есть, в двух словах, что мы делаем для тех людей, кто решил стать нашим клиентом. Люди не все согласны жить в долгах. Люди хотят документально свои вопросы решить и обращаются к юристам. В нашем конкретном случае, это компания Алиам, один из ведущих крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Так вот, посмотрите, как устроена наша работа, что мы для вас можем сделать, сколько это будет стоить. И почему это в миллион раз выгоднее, чем продолжать платить банку, идти у них на поводу, слушать их обещания, сказки, ну вот буквально в смысле сказки, обман, жестокий обман. Послушайте, все поймете, взвесьте все за и против в вашей жизни и примите то самое необыкновенно верное решение. Итак, на сайте есть видео, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Если вам все понятно и либо непонятно, пожалуйста, оставьте заявочку, как рассказывается в видеопрезентации в форме на сайте и ждите звоночка нашего специалиста. Вам будут звонить с телефона, который указан на нашем сайте в правом верхнем углу. Забейте его себе в записную книжку в телефоне в своем, в телефонном аппарате и не пропустите нашего специалиста, потому что звонок придет в рабочее время. И именно для того, чтобы ответить на все вопросы, которые остались у вас в процессе просмотра видео и, конечно же, проконсультировать у вас на предмет юридической защиты, если вы вдруг захотите раз и навсегда разобраться со своими долгами в документальном формате и в правовом поле. А мы эксплуатируем строго законные методы создать условия, когда банку будет выгодно самому отказаться от претензий. Да, не удивляйтесь. Именно так. В двух словах мы вас приведем к комфортному платежу. 500 рублей, 1000 рублей, независимо от того, сколько вы должны банку. А может быть и вообще сделаем так, что вы ничего платить не будете. Это в 50% случаев случается. Но все зависит от каждой конкретной ситуации. Тем самым создадим законные условия, когда банку выгодно самому прийти и отказаться от претензий. Поверьте, это возможно сделать. Еще раз для вашего удобства. Сейчас выйдет в правом верхнем углу трансляции кликабельная ссылочка. Вот она. Ссылка на наш сайт. И еще раз говорю, посмотрите видео. Также я вам рекомендую, если вы хотите познакомиться лично со мной. Посмотрите мои обращения. Целый плейлист, который я рекомендую к просмотру всем, кто еще его не видел. Обращение Кузнецова Дмитрия. Тоже вот подсказочка. Сейчас в правом верхнем углу. Вот она. Ну и для старых моих преданных слушателей, конечно же, лайки я от вас жду, друзья мои. Конечно же я от вас жду репосты в соцсетях. Ну и само собой комментарии. Комментарии, комментарии, комментарии. Я вижу, что интерес не угасает, а наоборот наш канал хорошими темпами развивается. Как вы видите, уже более 25 тысяч на канале на 26 июня 2017 года. Ну и конечно же, конечно же, огромное вам за это спасибо, друзья. Еще раз перенаправлю наших новых посетителей на наш сайт. Посмотрите, пожалуйста, видео на сайте. Это обязательно, если вы хотите встать под юридическую защиту. Вот кликабельная подсказка в правом верхнем углу выходит. Посмотрите, вот она. Ну а я желаю вам счастья, друзья мои, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Того самого финансового здоровья. Будьте благоразумны, рассудительны, не верьте голословным заявлениям. Всегда все взвешивайте, проверяйте и вникайте. С вами был Кузнецов Дмитрий. Хорошего времени суток. До свидания.